В императорском зале Казанского Федерального Университета в торжественной обстановке состоялось открытие первого Казанского Международного Юридического Форума. Во своей вступительной речи ректор Казанского Федерального Университета, кандидат юридических наук Ленар Сафин поприветствовал участников Международного Форума в стенах Казанского Федерального Университета, одного из старейших вузов Российской Федерации. Сегодня начинает работу первый Казанский международный юридический форум. Наш университет не случайно стал инициатором. Казанская юридическая школа гордится именами своих ученых в области гражданского, уголовного, международного права. Это такие выдающиеся ученые, как Солнцев, Мейер, Шершеневич, Фельдман, Фадкулин, Малков, Решетов. Сама тема форума «Право на право» весьма созвучна к современному времени. Сегодня важно отыскать точки опоры, на которые будет основываться внутренний и международный правопорядок. И мы хотели бы объединить правоведов, органы власти, юридическое сообщество для выбора экспертных позиций. И актуальные вопросы хотим обсудить на площадке нашего университета. Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин зачитал перед участниками форума приветственное слово от президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Рад приветствовать участников первого Казанского международного юридического форума. Насыщенная программа мероприятий позволит не только выявить наиболее значимые проблемы юридической науки и образования, но и обсудить их с участием многочисленных представителей органов публичной власти и юридического сообщества. Подчеркивалось, что весьма символичным является тот факт, что наряду с петербургским и московским международными юридическими форумами теперь и в столице Татарстана, городе Казани, проходит столь крупное деловое мероприятие в сфере юриспруденции. Говоря о нашей прекрасной столице, отмечу, что Казань по праву занимает видное место в истории отечественного правоведения благодаря собственной юридической школе, сформировавшейся в стенах Казанского университета более 200 лет назад. В работе форума принимают участие представители отечественной юридической науки и зарубежных стран, видные государственные деятели, представители региональных органов государственной власти, профессорско-преподавательский состав, профессиональные юристы, молодые специалисты и студенты. Отметим, что форум проходит в гибридном формате. Часть выступающих и слушающих принимает участие онлайн. На форуме от имени председателя Государственного совета Республики Татарстан было передано благодарственное письмо начальнику Управления юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан Максиму Скирде за многолетний труд и вклад в защиту прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан. Мэр города Казани, председатель попечительского совета юридического факультета Казанского федерального университета Ильсур Медшин в своем выступлении подчеркнул роль Казани в становлении российской юридической науки. Наш ректор с юридического факультета. Наконец-то юристы взяли вверх. ВМК, ФИСФА, кто? И вот, наконец-то юрист во главе университета. Сложно переоценить роль Казанского университета в развитии юридической науки и образования нашей страны. С момента основания университета было создано нравственно-политическое отделение, где готовили юристов для большей части Российской империи от Волги до Дальнего Востока. С приветственным словом выступили и другие почетные гости юридического форума. Были выражены пожелания плодотворной работы, интересных дискуссий, новых идей и видных успехов в дальнейшей работе форума. Помимо официальной части состоялась и церемония награждения медалью и премией имени Дмитрия Мейера за выдающиеся достижения в области гражданского права. Их вручил мэр города Казани Ильсур Медшин. Лауреатом медали и премии имени Дмитрия Мейера 2022 года за развитие цивилистической практики стала академик Российской академии наук, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации Талия Хабреева. Естественно, я искренне благодарна за такой высокий знак отличия родного университета, тем более в такой торжественной обстановке, в первый день первого Казанского международного юридического форума. Лауреатом медали и премии имени Дмитрия Мейера 2022 года за развитие цивилистической науки стал заведующий кафедрой гражданского процесса Уральского государственного юридического университета Владимир Ярков. Буду тоже прилагать все усилия для развития науки и доктрины, и гражданского права, и процесса, руководствуясь работами Дмитрия Ивановича. Спасибо огромное. Сразу после приветственной части состоялось пленарное заседание, в котором были заслушаны пленарные доклады участников. В частности, выступил полномочный представитель правительства Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации и Верховном суде Российской Федерации Михаил Борщевский. Слово «право» имеет два значения. Одно значение «право» как совокупность нормативных актов. То есть «право» вот в библиотеке стоит, «право». А второе значение слова «право» – это возможность. Возможность реализовать, возможность взять эти книги, возможность реализовать свое право, прийти в суд, доказать свое право, сослаться на закон, получить консультацию и так далее, и так далее. В рамках форума на двух площадках эксперты в области права будут говорить о том, как в условиях глобальной неопределенности отыскать точки опоры, на которых будет основываться внутренний и международный правопорядок. В деловой программе предусмотрены выступления экспертов и открытые панельные дискуссии по злободневным темам, касающимся образования и карьеры. Зарина Аджахалилова, Тимур Табаров, Никита Акиншин, Андрей Багаудзинов, Хафиз Гараев, Универ Ньюс.